Ну что, меня давно беспокоил эксперимент вот такой. Значит, откуда все началось? Однажды на телепроекте «Мастер-шеф», который, это второй сезон мы снимали, я был шеф-консультантом. И мне одна девочка, Ирина Бершацкая, значит, с Ростова, она сейчас в Ростове, вернее, живет. Она говорит, чтобы такое прикольное приготовить, я ей говорю, а давай попробуем во фритюре из сливочного масла картофан забабахать. И она такая, а что, так можно было бы? Я говорю, слушай, я никогда не делал, давай попробуем. И мы тогда попробовали первый раз. Она, правда, чуть студию не сожгла, но было очень забавно. Давай начнем с разогрева масла. Значит, я фритюрницу стационарную, она есть у нас внизу, потому что в этом футраке есть практически все, что можно себе представить. Но я решил, что либо мы вообще разоримся на сливочном масле, либо я обойдусь раз, два, три, четыре, пять, пять, это два с половиной, минус 200 граммов, две, триста. А давай сейчас сначала закинем вот так вот и совочком все скребем в масле. Андрей Токарев мой друг, человек, который делает вот такие прекрасные футраки. И, значит, мой экспериментальный опыт работы с футраком начался в 2015 году, когда мы с ним вместе на гастрите делали, ну, ставили футрак и делали там утинное меню. Но меня не отпускает мысль, что, возможно, когда-нибудь у меня будет что-нибудь свое, поэтому мы у него в гостях, и он рассказывает о том, например, как, не как, а какой самый дорогой футрак вот заказал человек. Мы-то все понимаем, ну, вернее, не знаю, расскажи там в начале, есть некая себестоимость, ну, есть начальная стоимость футрака, типа он там пустой, или что, колеса? Ну, да, у самого футрака есть как стоимость, базовая комплектация. Сколько он стоит? В нее входит самое необходимое, то, что должно, ну, в любом футраке на любой кухне быть, это столешница, мойка, вытяжка, там, вода горячая, холодная, шкаф для одежды, полки и подготовки по электричеству. У нас такой прицеп, ну, мы находимся в прицепе длиной 6 метров, 16 метров он внутри, то есть, ну, полноценная кухня, которая стоит 1 миллион 850 тысяч рублей. Как это начинается, вот, стартовая цена? Стартовая цена еще дешевле, есть варианты за 1 миллион 600. Внутри ничего нету, да? Нет, вариантов отделки, там, от того, от пятого, от десятого. Ну, как бы, средняя нормальная комплектация 1 миллион 850. Для того, чтобы начать работать в таком футраке, вам нужно будет потратиться еще, там, 150 тысяч рублей на покупку настольного оборудования, в зависимости от концепции. Так, ну, приходит человек такой и говорит, типа, мы там ничего покупать не будем, мы там готовы, вот вы сами нам проект сделаете, полностью под ключ. Вот какой самый дорогой проект у тебя был, ну, на счету? Ну, у меня был самый дорогой проект, к стоимости футрака добавили почти 2 миллиона, то есть, стоимость оборудования превышала... Стоимость футрака? Стоимость футрака, да. Хочу сказать, что такие проекты быстро окупаются за счет того, что используется в местах скопления людей большого, и эти локации, они, ну, всегда доход приносят большой владельцам. Вопрос правильно организовать и этот трафик переварить. Ну, то есть, понятно, что если будет... Чем более профессиональное оборудование, чем больше оно позволяет сделать, ну, время короче, время короче и приготовление, и отдача. Да нет, но если это будет сложный в технологическом смысле продукт, как ты быстро его отдашь? Ну, его надо либо приготовить, просто разогревать и отдавать, либо из-под ножа будет тяжело, то есть, надо просто выбирать что-то такое быстрое, например. Да, больше всего работают концепции, да, которые быстро можно отдать в течение, там, 1-2 минут. Это вот сосиски всякие, там, рентгенворсты, обычные хот-доги, ну, или какая-то несложная еда, которую вы доготавливаете, догреваете. Кстати, замечу, что вообще по закону торговать в этих прицепах разрешено только полуфабрикатами в высокой степени готовности. То есть, если вы пончики делаете, тесто должно прийти в мешке, если блины, оно должно в канистре прийти. То есть, ты его сам не имеешь права делать. Делаете вы бургеры, то оно должно прийти у вас уже в виде фарша готового. Если вы будете это делать все у себя, в этом футраке, как бы, и в любом футраке будут применены характеристики, как для мясного цеха, допустим. То есть, у нас сейчас для полуфабриката в высокой степени готовности должна быть там вода, должны быть лекомощные поверхности, холодильники, значит, там, пути движения мусора не должны пересекаться, легкость в уборке, там, высота полок, которые, там, позволяют хранить продукты мучные, выше, там, 15 сантиметров. Если вы хотите сделать здесь фарш, соответственно, у вас уже, там, две мойки должно быть, как минимум, там, кровосток на полу и конкретный перечень, там, деталей, да, которые здесь невозможно просто исполнить. Допустим, ну, плитка до уровня, там, 1 на 2 метра или 1 на 5. Масло пахнет вкусно. Значит, фритюры, современные фритюрные масла, они такие, все нулевые, там, ну, никакого ни вкуса, ни запаха. Здесь, конечно, в сливках. В чем смысл всего? Фритюр стоит дешево, фритюрное масло, но фильтрованное, там, 5 литров, может иметь стоимость около 150-180 рублей за 5 литров, да? Одна пачка, вот у меня было, были 245 граммов, стоит 250 рублей. И то я по акционной цене купил, не самое дешевое, можно было дешевле найти, но, тем не менее, это натуральное масло без заменителей жиров. Значит, у нас есть два варианта картошки замороженной, пока она ехала, слегка оттаяла. Это стандартная френч фрайс такой, и, соответственно, картофель по-деревенски, ну, или дольки, как их называют, айдаху с кожурой, да, дольки с кожурой. Да, мы на Мастер-Шефе, значит, как не спалили студию, плитки были газовые, на газ, ну, конечно, все загорится. Значит, я Рине говорю, Рина, смотри внимательно, картошку закинешь вообще вот в оба глаза, чтобы, не дай бог, что-то не произошло, потому что мы же тогда вообще не знали, что может произойти с фритюром из сливочного масла. Она такая главная, я к другим участникам побежал, и что-то вот меня, затылок мой меня привлек, значит, я пока с кем-то общался, поворачиваюсь, и я вижу, она берет картофан, нарезала его кубиками, очистила сырой, и туда бросает кипящее масло. Объем повышается, газ, что-то там, я не знаю, что происходит, оно начинает шапкой вот так вот вываливаться, блин, я такой ору, ааа, стой, выключай газ. А там пламя, послышишь, масло льется на пламя. Но ничего, мы тогда справились. Тогда Новиков, а наш Аркадий, ест картофан этот и говорит, это же картошка фри. Она говорит, ну да. Он говорит, а как вы ее приготовили, я такого вкуса никогда не чувствовал. Она говорит, просто во фритюре, он говорит, да не может быть, я же понимаю, что все, что все не так. Она говорит тогда, ну, это сливочный фритюр. Так, масло у нас кипит. Так. Начинаем жарить в кожуре. Фритюр такой за полторы тысячи рублей. Есть какие-то цифры, вот сколько народ зарабатывает на футраках? Ну, какие-то пределы, чтобы наши зрители понимали. Ну, вот у меня несколько есть удачных проектов, с которыми я дружу, и мы там общаемся, обмениваемся информацией. Вот у меня есть ребята, которые купили два прицепа, и на набережной в Геленджике за 4 месяца заработали, ну, общая выручка была в районе 8,5 миллионов рублей. За 4 месяца. За 4 месяца, да. Ну, это мы по сезону говорим, да, сейчас? По сезону, да. Летний. Летний сезон. Ну, Сочи он длиннее, потому что там есть у них возможность переместиться. Там вообще 240 дней в году сезон, потому что есть еще горнолыжка. Если ты перемещаешься за потоком туристов, который, ну, меняет просто место для отдыха, то у тебя сезон намного длиннее, чем на побережье морском обычном. Сочи тут уникально дает возможность. И могу сказать, что вот последний год, после которого они стали профессиональными рестораторами, принес проект там 13 миллионов выручки с двух прицепов за год. 13 лямов! Да, учитывая, что команда там 5-6 человек, ну, работает, и можно прикинуть размер дохода. Из них часть – это людей, которые на зарплате. Да, это зарплата, они на фиксе, фод есть и аренда. Но за вычетом фудкост и всех там расходов, я думаю, что можно говорить о прибыли 40% спокойно после налогов. Офигеть! Да, то есть приличные деньги за 4 миллиона рублей в Москве, там, в нормальном ресторане придется молотить. Два человека, поделив между собой выручку владельцев фудрака, зарабатывают за сезон там по 2 миллиона рублей. Вот вторая история, когда посещение и обслуживание мероприятий, фестивали, тоже приносят каждые выходные, вот, команде, которая вот такой же фудрак приобрела, 6-метровый, порядка 250-300 тысяч рублей выручки. А это что за мероприятия такие? Ну, то есть это же надо народу много, чтобы... Ну да, это или фестивали, или бывают там различные выставки, мероприятия, где нет постоянной точки питания, а количество людей, которые не приходят, и время, которое они там проводят, требует все равно обслуживания. И зачастую организаторы выставок просто ищут, кто приедет и качественно накормят людей. И никто не хочет видеть квадратные будки там старые, все хотят и оригинальную концепцию, чтобы было вкусно, чтобы люди не отравились. И вот все это может быть в этом, в таком фудраке исполнено, и приносить и радость покупателям, и доход, как бы... Радость покупателям, самое главное, радость. Они радуются, когда видят нормальный прицеп, в котором, ну, вкусная еда, и ты не отравишься, это очень важно. Так, чтобы не отравиться, значит, вот здесь у меня маленькая кастрюлька, на ноже зира. Я ее тут молотил, мурыжил, мурыжил, резал, тер плоскостью ножа. Основа соуса. Если мы используем специи, то вначале их нужно нагреть. Значит, вот тут я нагреваю специи, у меня еще немножко сухого чеснока. Почему не свежего? Ну, потому что мы в полевых условиях, удобнее работать с сухим чесноком, хотя он имеет другой совершенно аромат. Значит, пол чайной ложки зиры, пол чайной ложки чеснока сушеного. Ну, может, здесь аромат будет и полезным, более слабый, потому что все-таки с картошкой фирит, много чеснока. Вот он. Пусть и сливочного. И ложечку масла. Не нужно ниоткуда ее брать. Берем ее и прямо достаем из фритюра. Штука удобная, пошел аромат. И сюда я отправляю сразу же плавленый сыр. Значит, сколько у меня здесь, чтобы бренд не светить? Здесь где-то 400 граммов. 400 граммов плавленого сыра. Размешиваем. Чуть-чуть добавляем сливок. Ну, плюс-минус смотрим, чтобы у нас консистенция была вкусная. Консистенция вкусная, чтобы была. Самое главное, не очень густо, не очень жидко. То есть, он будет остаряться до... Ну, он должен... Основа всех сырных соусов, это вот как раз вот этот плавленый сыр. Кстати, вот такой вариант производства соуса какого-то универсального может быть использован любым хозяином фудтрака. Да, очень несложное меню. И, кстати, моно такие позиции, они качают. Когда вы быстро отдаете один продукт, и у вас немного ингредиентов, это залог успеха. Так, а мы жарили в прошлый раз сырое картофель, а этот уже готовый, да? А масло сливочное не накапливает столько температуры, как растительное. Логично? Ну-ка, надо попробовать. Что у нас получается? Картофан-то уже... Картофан готовый? Слушай, ну, он пока... Хрустящая корочка даже не намекает на все. Она там такой же будет? Хрустящая, как мы обычно... Должна быть, по идее. А как мы ее добьемся? Вот если сырой... Да-да-да, я уменьшаю. Если сырой картофан, он же там жарится там 20 минут. А этот-то готовый. Так, давай-ка мы тогда, пока у нас жарится картофан... Значит, сливочный сыр, сливочно-творожный. У меня у нас в эту, значит, идет 200 граммов упаковка одна. Значит, вот как он расползется, соус готов. Ну да, интересно. И не сложно, кстати. Ну, все, два сыра и любые специи. Ну, тут еще шерерача есть, но мы ее в конце добавим для остроты чуть-чуть. Любой чили-соус. Ну, сейчас вот тайцы завезли, это же Таиланд. Вот, оттуда пошло все это. Соус получился вот такой вот. Когда он будет немножко остывать, он, соответственно, чуть гуще станет. Теперь пробуем. Отлично. Чуть-чуть сливочек, чтобы соленость сыра стала чуть ниже. Значит, окей, вот эта картошка у нас пойдет. Я уже придумал, как я буду подавать. А масло я хочу немножко дать ему 5-7 минут, чтобы жир отделился от всего остального. И мы вторую порцию пожарим в масле, которое во французской кухне очень популярно. Берн-нуазет. Жженое масло, когда оно прозрачное становится. То есть там уже стопроцентный жир. Ну, что, не прошло и 15 минут. Как наше масло Берн-нуазет. Которое, кстати, переводится как коричневое масло. Его еще называют ореховым маслом. Готово. Ну, то есть, по сути, здесь стопроцентный жир уже остался. Нужно только лишь все это фильтрануть. Так как это является классической формой во французской кухне. Ну, то есть, это масло, например, идет во все вариации финансе. Кто кондитеркой занимается. То есть, любое добавление вот этого масла вместо сливочного традиционного дает невероятный вкус. Кто хоть раз такое масло использовал, они знают, что если его перелить в боксик. И оставить, и не закрывать, а оставить в таком виде в холодильнике. Запах будет просто карамельный, офигительный. Значит, смотрите, что получается. Второй вариант, вот с этим картофаном, да, у меня будет на чистом вытопленном жире. Вот получается вот этот осадок. Смотрите, вот это все. Это уже пережженное, да, внутри сливочного масла. То есть, это отход, вот эта вот всякая пахта. И я всегда задаю себе вопрос, почему 82,5% жирности, а не 99, например. Куда деваются остальные 15% жира, чем их заменяют? Если у кого-то есть физические познания, я точно знаю, что среди моих подписчиков есть профессора такие, которые постоянно меня банят там за всякие термины физико-химических наук. Вот, пожалуйста, давайте, я с удовольствием выслушаю мнение по тому, вернее, почему технологически нельзя или так не делают 99% жир из корового масла не топят. Дорого это или что? Давайте, выслушаю с удовольствием, пишите. Так, вот это я отправляю сюда. Значит, здесь у нас уже все нагрелось. Отправляю сюда вот эту картошку, френч фрайс. Так, картофан бернуазет получается у нас, ореховый вкус сейчас будет у нас. Здрасте, так, врубаем побольше. Давай, давай. Опа, чуть-чуть мешай, не ага. Не тыкай, сейчас развалится все, по краешкам аккуратненько. Так, все, не мешаем. Картофан ужарится. Сейчас масло стало дороже еще процентов на 30, когда мы выкинули все лишнее. Значит, вот в эту картошку, по-деревенски, уже превращенную почти что в картофельное пюре, мы, соответственно, делаем белый соус. Заливаем белым соусом картофан. Кстати, так можно сделать с любым. Мятый картофель, толчонка, да, и посыпаем зеленым луком. Это вилочкой, ложечкой берем и едим, кайфуем. Значит, что у нас? Во, пошел процесс. Все, температура до девяточки, видите, я на девяточку поставил. И живу с надеждой, что мы получим все-таки картофель фри. Так, пока у нас картофель фри закипает, соус для этой вариации я делаю другой. Любой чили соус, который я добавляю в сырный, делает, во-первых, другой цвет для него, во-вторых, меняет остроту. Тут в зависимости от ваших потребностей в острой пище добавляйте. Но он у нас получается розовый. Теперь пробуем на остроту. О, остроты недостаточно. Еще немножко. Все супер. Что мы? Вот этот соус вполне себе дома. Скидал кучу пачек в кастрюлю вот такую. Все добавил. Смотри. Расплавил. За картошкой не переживайте. Не, не, главное, чтобы она наверх не пошла. А трогать ее, видишь, она же уже жареная. Да, я боюсь, что она может в кашу превратиться. Поэтому, о, пошел колер. Да, главное не трогать, короче, его. И чтобы она не перекипела. В остальном ждем, ждем и следим за тем, что произойдет с картошкой через короткое время. Короче, мы жарим, 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 жарим. Масло подкипает, подкипает. Подкипает. Все темнеет и темнеет. Все темнеет и темнеет. Картофан помаленечку сохнет. Но, короче, пора вынимать. Не добьемся мы результата хрустящей корочки. У Хеснаблементаля есть ролики, в которых он объясняет, как добиться хрустящей корочки. Но, значит, отдельно в следующий раз я буду проводить теорию по, не по готовому картофелю, а по сырому. Соль здесь. С соли немножко, потому что у меня же еще соус сырный, соленый. О, а вот так круто. Попробуй. Если две картошки макнуть, а если взять вот так. Две вкуснее, чем одна. Во втором варианте соус у нас будет на дно. Вот так, не жалейте его. А картофан? Разрушил. Девай немножко. А картофан будет вот сюда. Холестериновое блюдо. Холестериновое блюдо. Да, но вкусно, зараза. Мне кажется, что можно сюда даже огурцы попробовать, пожарить, и они все равно будут вкусные. Это масло? Масло, да. В масле, да. Масло, как карамель. Такое вкусное, классное. Обязательно дома попробуйте это сделать, потому что в ресторане вы никогда этого не попробуете. Там ценник будет, космос. Ну и вообще, кому из поваров придет в голову делать картошку во фритюре из сливочного масла? Только нам и только в футраке. Всегда же, когда на свежем воздухе готовишь, гораздо вкуснее получается. Потому что ароматы все улетучиваются, и ты не забиваешься. Знаете, когда я, например, в ресторане на кухне, забиваются рецепторы, все время пробуешь. Варится, парится, забиваются рецепторы в носу, и ты уже не понимаешь вкус еды. Так бывает часто. А когда ты пойдешь на улицу, проветришься, заходишь и говоришь, ой, как вкусно у вас пахнет. Хотя тот, кто находится на кухне, даже не подозревает об этом. Так и здесь. На улице всегда, конечно, гораздо вкуснее. Итак, у нас получилась картошка фри в масле Бернуазет. И в сливочном масле получилась картошка по-деревенски. Но это такая больше гарнирная история. Знаете, сюда охота еще кусок жареной курицы, ноги, ногу прям с костью поставить. Еще особенно с мангала такой. В общем, друзья, подписывайтесь. Кстати, в Амстердаме, последний раз был, очень много картошки продается. Именно фритюрной. Огромные фритюры. Жарят, жарят, жарят. Прям целые палатки такие. И дают там 10 соусов. Ты выходишь, говоришь, мне картофан такой, плюс там 3 соуса. Они прям сырные такой-такой. Так что это тоже может быть вариантом, но подходящим для вашего бизнеса. Если он вам не подходящий, значит дома просто жарите картофан, кайфуете и наслаждайтесь жизнью. Вот. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Картофан получился великолепный. Как вы уже поняли, я даже что-то понимаю, что нужно говорить с чистым ртом, но все. Пока. А то я так буду долго трендить.